На этом уроке мы продемонстрируем, как TINA позволяет легко запускать, разрабатывать и редактировать цифровые схемы, написанные на VHDL, и загружать их в FPGA чипы. Данная схема содержит два VHDL компонента. Слева находится предварительный делитель частоты, или схема делителя, который в данный момент имеет коэффициент деления 2. Продемонстрируем роль предварительного делителя частоты позже в уроке. Второй компонент – это бинарный счетчик, который считает импульсы после делителя. Во-первых, взгляните на код счетчика, дважды щелкнув по компоненту, а затем нажав кнопку ввода макроса. Видно, что процесс подсчета написан в двух строках кода. Тот факт, что мы можем просмотреть и изменить этот код динамически, показывает красоту VHDL и огромное преимущество работы в TINA. Далее рассмотрим другой пример этого случая. Во-первых, проверьте работу схемы в интерактивном режиме TINA. Нажмите кнопку VHDL. Видно, что первый QI высокий, затем QB высокий, далее QI и QB высокие и так далее. Схема работает как бинарный счетчик. Как только все выходные сигналы находятся в состоянии логической единицы, это означает, что счетчик достиг 15, процесс перезапускается. Схему также можно проверить на временной диаграмме. Для этого выберите цифровое VHDL моделирование в меню Анализ. Нажмите ОК, появится временная диаграмма цепи. Далее наведите курсор на сигналы. Видно, что подсчет начинается после того, как явный сигнал становится высоким, а также, когда все выходы высокие, счетчик возвращается в исходное нулевое состояние. Закроем диаграмму и посмотрим, как легко изменять и разрабатывать VHDL код. Дважды щелкните по счетчику, нажмите «Ввести макрос» и изучите оператор переращения. В VHDL весь процесс подсчета можно завершить с помощью обычного оператора приращения. Изменим этот оператор, поменяв инкремент на 2. Это означает, что при каждом тактовом импульсе результат будет возрастать на 2. Закройте окно, чтобы просмотреть результат изменений. Проверьте результаты в интерактивном режиме ТИНА. Так как инкремент равен 2, QI должен оставаться все время в нулевом состоянии. Нажмите кнопку VHDL и наблюдайте за результатом. Как видно, первый QB высокий, затем QC высокий, затем оба высокие и так далее. Чтобы увидеть это на временной диаграмме, отпустите кнопку VHDL. Выберите цифровое VHDL моделирование из меню «Анализ» и нажмите кнопку «Ок» в диалоговом окне цифрового VHDL моделирования. Как и ожидалось, QI остается в нуле, а сигналы QI, QB и QC, известные с предыдущего примера, поднимаются по одному в виду и появляются на QB, QC и QD. Далее посмотрим, как проверить эту схему, загрузив ее в FPGA комплект разработчика ТИНА. Для этого необходимо расширить схему с помощью FPGA контактов соединения компонентов, которые находятся под вкладкой «Специальные компоненты». Загрузите эту цепь из папки FPGA. Здесь мы видим схему с FPGA-штырьковыми соединителями. Некоторые элементы, такие как счетчики, нажимная кнопка и светодиоды, предварительно подключены к контактам FPGA-чипа на плате разработки. Убедитесь, что программа, загруженная в чип, будет использовать те же контакты, что и FPGA-контакты на схеме. Таким образом можно проверить код, который загружен в чип. Для этого используйте таймер, кнопку и 4 светодиода на плате разработчиков. Перед генерацией файлов, необходимых для загрузки, обсудим роль предварительного делителя. Как упоминалось ранее, во время моделирования предварительный делитель работает как делитель частоты на 2. Однако генератор импульсов на макетной плате работает на частоте 50 МГц, который слишком быстрый для того, чтобы создать видимый сигнал на светодиодах. Чтобы отобразить сигнал на светодиодах, необходимо замедлить тактовый сигнал. Можно изменить код предварительного делителя, чтобы замедлить тактовую частоту. Дважды щелкните на предварительный делитель и нажмите на бот макроса. Здесь мы увидим условный оператор, с помощью которого можно изменить тактовую частоту. Если заменить 0 на 50 миллионов, то после 50 миллионов циклов предварительный делитель сгенерирует только один импульс. Таким образом процесс будет работать с частотой 1 Гц. Теперь можно легко наблюдать за работой светодиодов. Естественно, это не может быть сделано во время моделирования, поскольку скорость моделирования недостаточно высока. Однако есть возможность наблюдать за активностью на FPGA плате. Наконец, создайте файлы, необходимые для загрузки в FPGA чип. Для этого перейдите в меню «Тест измерения» и выберите «Создать VHD и USV файл». VHD означает VHDL код, а USV – это файл ограничения пользователя Xilix Portran чипа на плате, который содержит FPGA контакты, которые мы обсуждали ранее. Выберите эту команду, появится окно сохранения. Во-первых, сохраните VHDL файл, затем соответствующий USV файл. Теперь файлы сгенерированы, но они не могут быть загружены в чип напрямую. Для этого нужно использовать программу «Синтезатор». В этом случае мы будем использовать Xilix Webpack, доступный бесплатно в сети интернет. Мы продемонстрируем, как сгенерировать бит-файлы, которые нужно загрузить в чип в другом уроке. Теперь загрузите оригинальную схему в один из чипов Спортран, перечисленный на макетной FPGA плате TINA. Перейдите в меню «Тестирование и измерения» и выберите пункт «Загрузить на FPGA плату». Далее перейдите в папку «Webpack» в папке «Examples» и выберите чип. В нашем случае выберите «Spartran 25100». Наконец, дважды щелкните на бит-файл FPGA счетчика. Конфигурационный файл будет загружен в чип. В правом нижнем углу экрана видна макетная плата, а также 4 светодиода, подключенных к 4-м выходам бинарного счетчика. Светодиоды загораются в том же порядке, как мы показали в моделировании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этом мы завершаем урок по созданию, редактированию и загрузке цифровых вещдель проектов в FPGA чипы в TIN.